Всем привет! В этой серии продолжу работу над обтекателем. Также установлю приборную панель и еще много чего по мелочи. Ну и после этого попробую прокатиться. Эта серия задержалась, так как я делал проект с очень крутой пушкой. Видео с ней выйдет, наверное, в ноябре. И параллельно готовился к двум новым проектам. Не знаю точно, начну сразу два или буду делать их по очереди. Но они будут намного круче и масштабнее багги. Я научился многому, пока строил багги и мне захотелось чего-то большего. В общем, анонс будет в ноябре, если все пойдет по плану и я успею доделать проект. Кстати, в группе в скором времени появится список людей, которые поддержали меня финансово с проектом багги. И если кто-то не нашел себя в этом списке, пишите мне в личку. Как я и говорил в первой серии, все эти имена и ники окажутся на корпусе багги. Теперь после всех объявлений начну работу с обтекателя. На время снял передний кожух обтекателя, чтобы полностью проварить все стыки средней части. Перед проваркой сделаю для него крепление, так как при подгонке он был просто приварен к раме. Хочу сделать его съемным, чтобы можно было легко покрасить раму. Теперь можно полностью проварить обтекатель. Я все никак не могу купить баллон для полуавтомата, и мне пришлось варить тонкий металл электродами. Но в этом у меня есть небольшой опыт, и мне это не составило больших проблем. После проварки зачистил все сварочные швы шлифовальным кругом. Убрал в сторону стойки, чтобы они не мешали при сварке и подгонке переднего кожуха. Для него нужно сделать еще два крепления по бокам. Для этого я отрезал от пластины две детали и приварил их к раме, так чтобы они были спрятаны за кожухом. Просверлил кожух вместе с пластиной и стянул болтами. После рихтовки проварил стыки переднего кожуха и зачистил швы болгаркой. Все неровности сварки будут зашпаклеваны автомобильной шпаклевкой. Обезжирил растворителем все места, где будет лежать шпаклевка. Взял обычную базовую двухкомпонентную шпаклевку, добавил отвердитель и перемешал. У меня нет двухкомпонентного грунта, и я нанес шпаклевку сразу на металл. Металл грунтуется для того, чтобы он не ржавел под шпаклевкой. Наносить шпаклевку буду в несколько заходов, так как за один раз никогда не получается добиться ровной поверхности без кратеров. Шпаклевка примерно затвердела за полчаса, и я начал ее шкурить с помощью реноватора. Им оказалось не так быстро работать, и я перешел на наждачную бумагу вместе с бруском. Очень пыльная работа, и лучше работать в респираторе. Шпаклевал три раза одно и то же место, пока не добился ровной поверхности. Обеспылил поверхность и нанес белый грунт на шпаклевку. Осталось больше полбанки грунта, и я решил покрыть им весь обтекатель. Все равно это придется сделать перед окраской. Сначала нанес тонкий слой грунта, после частичного высыхания нанес грунт вторым слоем. Работу над обтекателем пока закончил, и перешел к установке приборной панели. Снял руль и сделал для панели шаблон из бумаги. Перенес его на металл, и вырезал по контуру отрезным кругом. Прикинул заготовку к раме, и сделал для нее крепление в виде перекладины из профильной трубы. Залев с кабиной, протестировал высоту приборной панели и расстояние до ног. Если ноги будут упираться в панель, то на неровностях они будут больно ударяться об нее. Меня расстояние устроило, и я оставил все как есть. Перекладина мешает регулировке вертикального положения руля. Из нее нужно вырезать часть под рулем, и сварить все обратно через скобу. Таким образом регулировка останется, и основание руля не будет задевать за панель. В панели тоже вырезал отверстие под руль, коронкой по металлу. Крепится панель к раме будет с помощью саморезов. Мне попался недорогой псевдоспортивный руль на барахолке. Я решил попробовать его в проекте. Он немного больше моего руля. Если он будет неудобен, верну самодельный руль на свое место. Кстати, почитав комментарии, самодельный руль я решил обклеить пластиком по типу полиморфуса. Ему при желании можно придать любую форму. Новый руль алюминиевый, и его не приваришь к муфте крепления. Для этого нужно делать переходник. Для начала я взял металлический круг. Новый руль использовал как трафарет для разметки отверстий. От трубы отрезал кусок, и приварил его к металлическому кругу. В переходнике коронкой пристылил отверстие под гайку, и приварил к трубе муфту со шлицами. Прикрутил получившийся переходник к рулю, и попробовал руль в работе. По первым ощущениям все норм, но нужно будет попробовать его на ходу. Теперь можно интегрировать датчики в приборную панель. Взял электронный спидометр от УАЗ Хантер. Сразу проверил его от 12-вольтового аккумулятора. Далее сел в баги и стал прикидывать его место на панели. Выбрал самое удачное место. За рулем справа, в других местах он перекрывается кистями рук. Сделал для него отверстие, и вдел в него спидометр. Как вы уже поняли, я отказался от тросика спидометра. Вместо него будут соединять коробку и спидометр провода. Для этого я взял датчик скорости от того же УАЗа. Он удачно подходит как по оборотам, так и по резьбе к коробке от 41-го москвича. Клеммных колодок в продаже не оказалось, и я просто припаял провода к контактам. Плюс-минус и сигнал. Питать всю систему буду 12-ти вольтовым гелевым аккумулятором от мотоцикла. Проверил датчик простым способом, вращая колесо. Стрелка отклоняется, это хороший знак. Завёл двигатель, включённый второй передачей на коробке. Пока всё работает, но не ясно, правильно ли спидометр передаёт показания. Нужно будет проверить через GPS спидометр. Благо для смартфона в наше время много таких приложений. Кроме скорости, хорошо было бы знать, на сколько оборотов раскручивается двигатель. Для этого я взял цифровой тахометр. Также он в фоновом режиме будет считать моточасы. У него есть два провода. Сигнальный, который наматывается на высоковольтный провод. И масса, которая прикручивается к любому болту на картере двигателя. Всё сделал по инструкции и завёл мотор для проверки. Не знаю, насколько показания правильные, но по звуку двигателя показания близки к действительности. Обороты на холостых у меня немного завышены. Скорее всего, неправильно отрегулирован регулятор оборотов, который я частично убрал, сжав пружину проволокой. При тесте стрелка спидометра упала и перестала показывать скорость. Снял датчик скорости и обнаружил, что шток обломился и остался в приводе спидометра. Скорее всего, была нарушена соосность штока датчика и отверстия в приводе коробки. Решил проблему с заменой датчика скорости на новый. Затем установил ещё один индикатор скорости, который лежал у меня без дела. Он будет дублировать показания скорости на спидометре. После установки приборов можно окончательно прикрутить руль к рулевой колонке. Нужно решить ещё один вопрос. С рычагом переключения передач взял стандартный рычаг от классики. Он оказался слишком длинным. И при переключении задевал за руль. Я отрезал от него часть и приварил к кулисе, немного отклонив вправо. Теперь рычаг имеет нормальную длину. И им удобно переключать передачи. Ещё перед выездом нужно установить ремни безопасности. Взял четырёхточечные ремни токата. Для верхних лямок приварил ещё одну трубу к раме. И закрепил на ней ремгайки для карабинов ремней. Чтобы ремни не падали на двигатель, хвосты привязал к верхней трубе. Для двух нижних ремней приварил крепление к трубе возле пола. После всех доработок закинул баги на прицепы и поехал на тест-драйв. Главной задачей было протестировать спидометры. Правильно ли они показывают скорость с такой коробкой при таком размере колёс. Ну и хотелось бы попробовать все передачи на коробке. И максимальную скорость. О замере от 0 до 100 я даже и не думал. Так как это тяговый двигатель, у которого всего 17 лошадиных сил. Включил приложение на телефоне и бортовую сеть. Заметил, что спидометр не калибруется правильно. В дальнейшем он будет занижать показания где-то на 4 километра. Хорошо, что я продублировал спидометр индикатором скорости. Завёл двигатель, пристегнулся ремнями и начал тестировать показания датчиков. Было жутко неудобно держать камеру с телефоном и ещё пытаться держать руль ровно. Но был приятно удивлён, что удалось правильно подобрать детали для показания скорости. Скорость соответствовала показаниям со спутника. Попробовал покататься и привыкнуть к скорости. Ощущение при 60 километрах, как при 120 на обычном седане. А вот показания тахометра не было видно и я переключался наугад. По ощущениям, наверное, можно было ещё покрутить двигатель перед повышением передачи. Руль показался удобным, но мне было совсем не до него в такие моменты. Пока непривычно видеть перед собой такую компоновку приборов. Ощущение, как будто первый раз сел за руль и не знаешь, куда смотреть. В этом моменте при переключении на четвёртую передачу что-то пошло не так. Двигатель стал прокручиваться и работать в холостую, как будто отсоединился от коробки. Оказалось, что вылетела шпонка. Надеюсь, это и вправду так. Придётся ехать домой и снимать коробку. Она снимается не так сложно. И я думал, что выточу новую шпонку и поеду снова на тест. Но не тут-то было. Из-за того, что я сделал переходную муфту на неточном токарном станке, у неё появился люфт на оси коленвала двигателя. Из-за этого сломала болт и размолотила шпоночный паз. Обидно, конечно, но без ошибок такой проект сложно сделать. Скорее всего, это можно починить, но нужно выточить новую муфту на нормальном токарном станке, который теперь у меня есть, и попробовать покататься снова. Всё это вы уже увидите в следующей части, к слову, которых осталось уже не так много. Всем спасибо за внимание. Если вы хотите, чтобы баги снова ожила и была в строю, ставьте лайк. И делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. Всем удачи и увидимся в следующей части. Субтитры подогнал «Симон»!